Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада видеть вас всех на вебинаре, рада начать новый трек. Сегодня у нас вебинар такой вводный. Мы рассмотрим возможности разных сервисов и приложений, в которых можно создавать презентацию. В прошлом году мой трек был посвящен одной программе, исключительно PowerPoint, и немножко мы затронули тему сервиса Canva. В этот раз все будет по-другому. У нас в работе будут пять разных сервисов, и мы будем учиться не только работать в каждом из них и находить какие-то нестандартные решения, но и подружим сервисы между собой, научимся перекидывать ресурсы, сами презентации с одного сервиса в другой, чтобы делать свою работу быстрее, эффективнее, а презентации нагляднее и полезнее. Как обычно, все вопросы по теме вебинара вы можете сразу писать в чат. Я успеваю читать, я успеваю на них отвечать, и у нас с вами получится вот такой небольшой диалог. Итак, сегодня будем разговаривать про разные сервисы и приложения, и в первую очередь разница, в каком случае нам нужны программы, а в каком случае нам нужны веб-сервисы. Конечно, программа – это то, что устанавливается на компьютер, а веб-сервис – это то, что доступно из вкладки браузера. И у того варианта есть свои плюсы и есть свои минусы. Например, программы, как правило, платные. Тот же PowerPoint входит в пакет офиса и требует вот ежегодной платы, по крайней мере, последней версии, за пользование PowerPoint. Веб-сервисы, как правило, имеют бесплатные тарифы. Где-то они урезаны, где-то они достаточно функциональны, но, в отличие от программ, они не работают без интернета. А это создает нам еще одну сложность. Я знаю, что во многих учебных аудиториях до сих пор интернет работает еле-еле. Веб-сервис позволяет открыть материал, презентацию на любом компьютере, на котором вы работаете. Вы просто заходите под своим логином и паролем, а некоторые сервисы, к тому же, дают нам возможность командной работы, то есть возможность подключения сразу нескольких сотрудников. Программы, как правило, такой возможности не предоставляют, но у них есть такая интересная опция, как настройки. Любую программу из пакета офис можно расширить за счет дополнительных мини-приложений. Они ставятся на компьютер, как обычные программы, но не дают своего отдельного окна, а делают дополнительную вкладку, например, в PowerPoint. И в этой дополнительной вкладке вы получаете дополнительный функционал. Я думаю, многим из вас известна надстройка iSpring для того, чтобы конвертировать ваши презентации в HTML5, в Flash, то есть в интерактивный формат, который можно уже напрямую внедрять на сайт. Говорить о том, что больше вам нравятся программы или веб-сервисы, наверное, неправильно. Сейчас нужно уметь работать и с тем, и с другим, и с третьим. И поэтому к программам и сервисам мы будем подходить немного с другой точки зрения. Какие параметры для нас с вами важны? Кое-что я уже перечислила. Вы можете написать в чат, по каким параметрам вы оцениваете программы и сервисы. Название надстройки – это iSpring, iSpring-конвертер, если я не ошибаюсь. На их сайте можно скачать девятую версию. Она ставится как отдельная программа и дает дополнительную вкладку в PowerPoint, через которую можно экспортировать в интерактивных форматах презентации. Итак, параметры. По каким вы оцениваете программы и сервисы, которыми пользуетесь? Я написала на экране то, что важно для меня при работе. Вы можете дополнить мой список. В первую очередь я, конечно, обращаю внимание на готовые шаблоны. Если в программе нет готовых шаблонов, готовых макетов, то мне приходится собирать их самой. Это достаточно долго по времени. Хорошо, если выбор широкий и есть хотя бы 50 готовых шаблонов. Причем не все сервисы дают хорошие шаблоны, подходящие для учебных целей. Например, вот этот шаблон, который вы видите сейчас на экране, тот, с которым я буду вести трек по презентации, предназначен для чтения. И вы сами увидите на дальнейших слайдах, что размер шрифта довольно мал. И выходить с такой презентации на большую аудиторию, на большой экран, конечно же, не стоит. А вот самостоятельно изучить, самостоятельно прочитать и повторить то, о чем я говорила на вебинаре, такая презентация, конечно, позволит. Например, один из моих любимых сервисов, Canva, в основном предлагает маркетинговые шаблоны презентации для рассылки по почте, для чтения на компьютере, для вставки в сайт, но для вот именно таких маркетинговых выступлений они подходят не очень хорошо. Следующая функция, которая для меня важна, это анимация. Я очень много работаю с анимацией, когда создаю игровые презентации, и мне важно, чтобы была довольно гибкая настройка и много-много функций. Опять же, в каких-то сервисах анимации нет совсем. Командная работа. Когда вы работаете над презентацией не одни, когда у вас есть коллеги, которые тоже хотят комментировать, или вы ведете курс вместе с напарником, вам нужно обмениваться материалами, лучше всего, если презентация сразу доступна для командной работы. Это не кидать друг другу по почте файла PowerPoint, а вносить изменения, а потом пытаться понять, какая из версий актуальна. Сразу на одних и тех же слайдах можно вносить свои изменения. Очень важная характеристика – это, конечно, стоимость. Как я говорила, какие-то веб-сервисы имеют бесплатные функции в достаточном количестве, какие-то нет, и нужно понимать, хватит вам этих функций, или придется доплачивать за полную версию. Форматы вывода показывают, насколько удобно будет перемещать готовую работу между разными сервисами. Например, файл PowerPoint в один из сервисов создания интерактивных презентаций можно переместить только в платном аккаунте. А из конвы можно выгрузить готовый дизайн в формате PowerPoint и затем уже отредактировать на вашем рабочем компьютере. Очень хорошо, если сервис позволяет вывести хотя бы в 4-5 разных форматах. Это, собственно, презентация, предположим, это будет PowerPoint. Это PDF, в котором сразу будет правильно отображаться и дизайн, и шрифты. Это просто картинки, тоже полезная функция. И это, например, видеоформат. Видеоформат с возможностью аудиокомментария, видеоформат без возможности аудиокомментария. Чем больше формата вывода, тем вам удобнее работать будет в дальнейшем с этой презентацией. Интерактивные элементы. Чем они отличаются от анимации? Интерактивные элементы – это триггеры и ссылки. Ссылки, в свою очередь, внешние и внутренние. То есть интерактивные элементы позволяют из презентации напрямую переместиться на внешний ресурс, например, ссылка на научную статью, и позволяют переместиться внутри презентации на какой-то конкретный слайд, а также запустить определенную анимацию, что очень здорово и очень удобно, когда вы создаете презентацию игровую. Библиотека элементов нужна для того, чтобы не собирать коллекцию сторонних сервисов, на одном из которых мы подбираем цвета, на другом – шрифты, на третьем – картинки, на четвертом – иконки, на пятом – инфографику и так далее. Обычно кажется, что создание презентации занимает не так много времени, но если посчитать поиск, работу, импорт со сторонних сайтов, то окажется, что как минимум на треть вы затрачиваемое время недооценивали. Очень много времени на самом деле уходит на посторонние сайты. Я попробовала однажды решить этот вопрос, скачав большое количество декоративных элементов, то есть наборы фонов, наборы иконок, наборы каких-то изображений, стрелок, кнопок. Но мою работу это ни капли не ускорило. Вместо того, чтобы искать на сторонних сайтах, я теперь искала подходящие в своих папках, не находила элементы в одном стиле, не находила элементы в одном цвете, и времени уходило по-прежнему много. Поэтому здорово, если у сервиса или у программы есть своя встроенная библиотека элементов. Ну и, наконец, последняя функция, которая очень-очень важна с моей точки зрения – это встраивание на сайт. Когда у вас есть презентация, и ее нужно вот так вот распространить в интернете, конечно, вы можете зайти на облачный сервис и поделиться ссылкой. Но намного интереснее, если презентацию можно сразу встроить на сайт, и чтобы ваша аудитория могла пролистать ее прямо в таком интерактивном или не очень интерактивном формате со страницы курса, например, со страницы преподавателя. Так, а сейчас я расскажу о основных сервисах, которые позволяют работать с презентациями. Пожалуйста, в чате сразу отмечайте, кто с каким сервисом работает, пробовали ли вы его, знаете о нем, что вам нравится и что не нравится. Я начну со своего любимого, с PowerPoint. Это, с моей точки зрения, прекрасная программа, такой кухонный комбайн, в котором много-много функций. Не все из них нам нужны, не все из них нам полезны, но здорово, что, по крайней мере, у нас есть выбор. В самом PowerPoint много, достаточно много шаблонов. Сейчас они запустили функцию еще, шаблоны, которые генерируются нейронной сеткой на основе контента, который вы размещаете на слайде. То есть вы добавили слайд, накидали на него какую-то информацию, и вам в боковой панели показывается, а давайте сделаем такой дизайн, давайте сделаем такой дизайн. Вижу, что многие разделяют мою любовь к PowerPoint. Мне нравится в нем, конечно, большое количество анимации, и настраивается она очень и очень гибко, а также очень хорошая настройка интерактива. Вот эти вот шаблоны, которые делает нейронная сетка, начинается с 2016-й версии. В 365-м офисе добавили еще и 3D элементы, то есть можно вставить какой-то объект, развернуть его как нужно, настроить освещение. Но вот, может быть, для игровых презентаций это и хорошо. Ссылка на прошлогодний трек по PowerPoint есть у меня на страничке Facebook. Я как раз публиковала все списки вебинаров. Что мне не нравится в PowerPoint? Это, конечно, отсутствие командной работы. Даже элементарно, чтобы сдать презентацию на проверку, чтобы ее кто-то подсмотрел вот таким вот чистым взглядом, увидел мои ошибки, мне нужно пересылать файл, каким-то образом получать от него правки, вносить их в презентацию, сохранять новую версию. Командная работа – это, конечно, вот моя беда. Она реализуется через надстройки и через аккаунт Microsoft 365. Естественно, это все требует лицензионной платной версии. Мне не нравится то, что презентацию PowerPoint нельзя напрямую встроить на сайт. Нужно искать какие-то входные пути, тот же iSpring-конвертер ставить, но саму презентацию вот так вот в чистом формате, в котором она есть, я на сайт поставить не могу. А еще здесь маленькая библиотека элементов. Из самого PowerPoint практически кроме фигур и смарт-арта ничего взять и невозможно. Все объекты, все изображения, которые они предлагали, это достаточно устаревшие картинки, бедный выбор, неудобный поиск. Опять же, обещано, что в последней версии, 365, у них появилось подключение к стоковым фотографиям Unsplash. И теперь из самого PowerPoint можно искать по фотобанку. Но я эту функцию еще не пробовала. Да и зачем, если я могу напрямую зайти на любой фотобанк или найти подходящую мне картинку в конве. Следующее доступное приложение – это Kino. аналог PowerPoint, но на Mac. У него тоже есть мобильная версия, работает на смартфонах Apple, на iPad. У них большой набор шаблонов. Действительно, тут тоже около сотни разных шаблонов. Очень гибкая настройка анимации. Это, наверное, единственная программа, которая имеет больше возможностей, чем сам PowerPoint. Есть некоторые интересные эффекты, которым PowerPoint явно не хватает. Тоже нет в библиотеке элементов, к сожалению. Зато есть возможность командной работы. Те, у кого есть аккаунт в продуктах Apple, те могут подключаться к презентации и редактировать ее совместно. Тоже, к сожалению, презентации Kino нельзя строить напрямую на сайт. А так, программа очень и очень хорошая. Я вижу, что кто-то из вас с ней тоже работал и наверняка высоко оценивает ее функционал. Следующая программа – это LibreOffice Impress и его, можно сказать, брат-бизнес, OpenOffice Impress. Они очень между собой похожи. У них такой устаревший по дизайну интерфейс и не всегда очевидно, где находятся те или иные функции. Вот OpenOffice Impress по функционалу довольно близок к PowerPoint. Многие функции PowerPoint есть и в импрессе, но их нужно знать, где искать. То есть интерфейс, с моей точки зрения, немножко нелогичен. Ту же настройку длительности анимации надо выходить в 3-4 окна для того, чтобы поставить пользовательскую длительность в секундах. В PowerPoint это немножко были очевиднее. В импрессе OpenOffice есть интерактивные элементы и триггеры для запуска анимации. Это очень здорово, но очень мало форматов экспрета, к сожалению. LibreOffice Impress похож. У них тоже есть готовые шаблоны, но нет тонкой настройки анимации, нет полноценного набора интерактивных элементов. Но зато у LibreOffice Impress есть такой формат экспорта, как HTML. А значит, презентацию можно экспортировать в этом формате и вставить на сайт. Это, конечно, выгодно отличает, но остальные функции выглядят довольно бедно. Теперь Google Slides. Google Slides – это уже веб-сервис. Он работает из окна браузера, но отличается от других веб-сервисов тем, что может работать в офлайне. То есть без подключения к интернету у вас файлы сохраняются на компьютере. Это тоже один из моих основных рабочих инструментов. Он нацелен на командную работу, и когда я работаю с коллегами, я выбираю, конечно, Google Slides. Здесь нет в библиотеке элементов. Тоже все файлы, все картинки на иконке приходится импортировать из других программ. И практически нет каких-то интересных шаблонов. Их меньше 50, если меньше файлов, около 20. Зато Google Slides умеет импортировать файлы по ПТХ. То есть любую презентацию по PowerPoint можно загрузить в Google Slides. Как правило, дизайн немного слетает, его нужно подправлять. И особенно печальная картина получается, если у вас какие-то декоративные, интересные, нестандартные шрифты. А вот если вы в PowerPoint используете стандартные шрифты Google Fonts, например, робота, монсеррат, тогда Google Slides прекрасно импортирует вашу презентацию из PowerPoint. Здесь есть анимация, она практически без настроек, интерактив только внешняя навигация и внутренняя навигация по самой презентации. Что удобно в этом сервисе, это скачивание презентации в векторном формате. Можно скачать ее как в SVG и затем уже редактировать векторные изображения. Например, можно построить инфографику, график, пайл-чарт, чарт-баг, и затем этот слайд экспортировать, скачать себе на компьютер в векторном формате и в любом векторном редакторе уже сделать с этой инфографикой все, что угодно. А также презентации Google Slides можно опубликовывать, это специальная настройка в меню файл, и вставлять нас на сайт. То есть Google Slides умеет отдавать вам кусочек кода, который вы вставляете в нужное место сайта и получаете интерактивную презентацию. Условно интерактивности, полноценного интерактива Google Slides нет. Следующий сервис – это Prezi, тоже интернет-сервис, тоже работает из окна браузера. Это нестандартные презентации, с нестандартной анимацией и интерактивом. Они работают по принципу Zoom in, Zoom out, то есть масштабирование картинки до перехода к следующему блоку контента. У Prezi хороший выбор готовых шаблонов и есть довольно широкая библиотека элементов, только не все категории доступны по бесплатной подписке. У Prezi нет командной работы, их презентации на сайт напрямую встроить нельзя, только показать по ссылке. Зато это прекрасный выбор для тех, кто хочет превратить свою презентацию в видеоролик, потому что у Prezi готовый мастер, с помощью которого вы можете записать видеоролик, в том числе сразу его и озвучивая, то есть наговаривая комментарии с голосом. Canva – мой третий инструмент для работы, тоже веб-сервис, у него есть приложение на телефон, чтобы создавать презентацию. У них очень-очень много шаблонов и платных, и бесплатных. Они постоянно добавляют что-то новое, но, конечно, анимация отсутствует, интерактивные элементы отсутствуют, и командный доступ только в платных аккаунтах, достаточно дорогих. Зато у Canva огромная библиотека элементов, которая тоже постоянно пополняется. Я помню, как объявили карантин, уже буквально через 4 дня был загружен огромный блок рисованных элементов для плакатов «Надевайте маску и мойте руки». То есть дизайнеры очень быстро добавляют новые элементы, реагируют на события, происходящие в мире. Вы найдете и дудлы, и фотографии, и отрисованные иконки, и хорошие наборы персонажей, все, что вам угодно. Презентацию Canva тоже нельзя встроить на сайт. Ее можно показать по ссылке или саму презентацию превратить в мини-сайт. То есть человек по ссылке будет листать ее не как презентацию слева направо, а сверху вниз, как сайт, или переходить из навигационного меню на новые слайды. Тоже довольно интересная возможность. Мне кажется, прекрасно подходит для сайтов-визиток. Beautiful. Еще один веб-сервис. Он не заточен на командную работу. В принципе, это вот такое вот мобильное создание презентаций и мобильное брендирование. Если нужно создать пачку презентаций в корпоративных цветах, в корпоративном дизайне, то Beautiful для этого прекрасно подходит. Здесь тоже много шаблонов, которые работают от макетов. В макете есть определенное расположение блоков. И передвинуть эти блоки нельзя. То есть вот как в макете зашито, что картинка слева, текст справа, или картинка слева, а справа два блока текста. Вы можете только вставить туда свою картинку или свой текст. Но изменить как-то эти макеты не получится. Иногда это, конечно, хорошо, особенно когда нужно вот по готовому шаблону верстать много-много презентаций. Здесь есть библиотека элементов, анимация с набором предустановок. Не так много вариантов, но тем не менее есть. Можно получить презентацию в формате PDF или в формате PowerPoint, что, конечно, очень здорово, а также можно получить код и встроить презентацию напрямую на сайт. Это тоже довольно хороший вариант. Если вам не нужна суперсложная, суперяркая презентация, то Beautiful вполне подходит. Bizme похож на Beautiful функционал, но, скажем так, умножен на три. Всех функций в три раза больше. Шаблонов около сотни. Предустановок анимаций несколько десятков. Библиотека элементов еще больше. Плюс добавлены интерактивные элементы и триггеры. Зато файлы экспорта только в JPEG. То есть только картинки, по идее, вы можете скачать. Чтобы интерактивную презентацию получить, нужно встроить ее кодом на сайт. И Bizme поддерживает совместную работу, что, конечно, очень-очень приятно. Тоже рекомендую обратить на него внимание. Он более гибкий, чем Beautiful. Дает, в принципе, довольно много возможностей, если ваша конечная цель – это интерактивная онлайн-презентация. И, наконец, последний сервис, про который я сегодня расскажу – это Geniali. Не скажу, что это мой основной инструмент, но я довольно часто захожу на сайт. У Geniali несколько форматов, и презентация только один из них. Здесь есть интерактивное фото, здесь есть верстка текста, есть верстка тестов и так далее. Но если говорить о презентациях, это вот такая коллаборация всех этих форматов. Можно поставить на слайд и интерактивные точки, подсказки, переходы на внешние ресурсы, переходы внутри презентации. Хорошая библиотека элементов с прекрасным поиском, поиск и по русским, по английским словам работает отлично. Работать над совместной презентацией можно. Для этого вы рассылаете по почте приглашение для других участников. Но экспортировать результат вашей работы можно только на платном аккаунте. И также нельзя встроить на сайт. Geniali отдает только один вариант – это ссылка, по которой можно перейти и посмотреть готовую презентацию. Тоже может быть неплохим вариантом для онлайн-обучения, для презентации, с которой ваша аудитория должна работать самостоятельно. Итак, вижу, что с большей частью сервисов вы знакомы и работали с ними. И теперь мой следующий вопрос. Как удобно организовать, собственно, работу? Сервисов много, сторонних сайтов много. Если начинать искать готовые шаблоны для PowerPoint, можно провести день, перебирая разные сайты и разные дизайны. Если начать искать фотографии какие-то, можно на фотобанках просто поселиться. Если искать возможность презентации вывести в разных форматах, например, чтобы был и видеоролик, и интерактивная презентация, и код на сайте, то нужно будет одну и ту же презентацию пересобирать в нескольких разных сервисах. И все это, конечно, усложняет нашу работу. И чтобы работа шла проще, чтобы она не занимала так много времени, давайте мы наш процесс на презентации разделим на четыре этапа. Я делю следующим образом. Это дизайн, когда я думаю над внешним видом самой презентации, как она будет выглядеть. Это подбор иллюстраций. Еще на этом этапе я обычно подбираю шрифты. Это создание презентации как анимационного слайда, то есть интерактивные элементы, триггеры, сама настройка анимации, потому что просто написать текст можно где угодно. А вот чтобы была возможность добавить интерактив, это не все сервисы дают такую возможность. И, наконец, экспорт, когда я вывожу презентацию в разных форматах, при этом максимально сохраняя как оформление, так и настройку всей анимации. Иногда нет необходимости в одном из этапов. Например, презентация должна быть просто для выступления, мне не нужны интерактивные элементы. Если у меня вылетает один из этапов, конечно, мне проще подобрать какой-то сервис. Иногда нет никаких сложностей с экспортом. Я отдаю презентацию по почте, нигде с ней не выступаю, значит, мне нет необходимости думать, а как же ее конвертировать в какой-то комплектный формат. Но довольно часто мне приходится проходить все четыре этапа. И для того, чтобы понять, как технологически это все осуществлять, какие программы, какие сервисы мне нужны и в каком порядке с ними работать, я нашла вот такое вот понятие – workflow. Обычно workflow я представляю как совокупность программ, которые нужны для выполнения этапов, но если по-правильному говорить, то переводится именно как последовательность действий, которые нам нужно совершить. Если на workflow я выбираю одну программу, например, тот же PowerPoint, в котором делаю все-все-все-все-все-все, то я от него становлюсь очень сильно зависима. Например, есть у меня задача сделать презентацию, когда я нахожусь в поездке, у меня нет с собой рабочего компьютера, мне нужно сделать презентацию по телефону. Если я умею работать только с PowerPoint, я оказываюсь в таком довольно сложном положении. Если на каждое действие нужна своя программа, иллюстрацию я делаю в Photoshop, презентацию в PowerPoint, шаблон для презентации еще в конве, экспортирую через, например, тот же iSpring, получается, что очень много времени уходит на перебрасывание между сервисами и программами. Поэтому хороший workflow – это два, реже три сервиса, которые охватывают все-все-все этапы работы с презентацией. Я покажу примеры тех workflow, которые я вот так вот на лету, на ходу составила для вас. Вы потом, когда скачаете презентацию, сможете внимательно их прочитать и выбрать, может быть, какой-то, покажется вам удобнее именно в вашем случае. Итак, пример первый. Опора на десктопные, то есть программы, которые стоят на мощном рабочем компьютере. Это сам PowerPoint, в котором можно либо самостоятельно делать дизайн, либо скачивать наборы каких-то дизайнов и хранить их на компьютере. Он подходит для анимации, для экспорта в стандартные файлы. И для расширения возможностей я буду ставить на свой компьютер еще и надстройки. Естественно, чем больше надстройок в PowerPoint, тем медленнее он загружается, тем больше рисунок у компьютера нужно. Например, я поставлю надстройку для библиотеки элементов, чтобы не заходить на сторонний сайт, а сразу из программы искать картинки и иконки. Я подставлю PowerPoint Labs, который позволит создавать сложные анимационные эффекты и без необходимости вручную выставлять настройки. И iSpring Card Network, который даст мне возможность выводить интерактивные презентации. Возможно, мне потребуются, конечно, сторонние сервисы, чтобы подобрать цвета или обработать изображение, например, убрать у него фон. У PowerPoint, конечно, есть своя функция для того, чтобы убрать фон с картинки, но она довольно неудобна и проще это делать в сторонних сервисах. У PowerPoint есть настройки, которые помогают работать с палитрами цветов, но в эти палитры цвета нужно сначала загрузить, а для этого их нужно где-то найти. Итак, workflow у меня, получается, состоит из трех элементов. Сама программа PowerPoint, дополнительные настройки и расширения для нее, плюс несколько закладок в браузере, на которых я могу поискать цвета или, например, удалить фон с изображения. Второй вариант – это опора на веб. С помощью каких сервисов? Remove Background я убираю, а вот у Convy, которая сейчас на экране, у нее есть прямо свой функционал, называется, по-моему, эффекты, и там есть функция убрать бэкграунд. Если не ошибаюсь, только на платных версиях она доступна. И то есть вариант для работы в интернете. Опора здесь идет на Convy. Там же выбираешь и дизайн, и используешь библиотеку элементов, и подбираешь шрифты, и экспортируешь. Но в том случае, если потребуется презентация игра с большим количеством анимаций и интерактива, придется прямо из Convy вынимать в формате PowerPoint, PptX, забирать на компьютер и в PowerPoint уже настраивать полноценную анимацию. То есть в этом случае у нас два сервиса. Один веб-сервис и одна программа на рабочем компьютере. Следующий вариант для совместной работы, когда вы постоянно работаете с коллегами вместе над одним и тем же материалом. Здесь основной сервис Google Slides. В нем довольно стандартный набор функций. Он не годится для того, чтобы делать какие-то сложные интерактивные презентации. Зато можно поработать, сделать текстовую презентацию, добавить к ней слайды прямо во время того, как ваш коллега проводит свою лекцию, а затем экспортировать, разослать студентам или опубликовать в интернете. Для того, чтобы добавить интерактива, к Google Slides я должна поставить дополнение. Так и называется. Есть вкладка «Инструменты», «Дополнение». И там есть Google Suite Marketplace, которым представлены разные-разные дополнения. Например, для создания тестов, для создания викторий, для создания таймеров, для импорта-экспорта в PowerPoint, для создания инфографики и так далее и тому подобное. Здесь у нас одна программа, самый минимум необходимых функций и расширенный функционал через дополнение. Минус в том, что не всегда авторы дополнений поддерживают их достаточно долгое время. Может оказаться так, что надстройка, с помощью которой вы 5 лет делали тесты, в один прекрасный день скажет, я больше не работаю и не просто не работаю, но и не поддерживаю все ваши старые презентации. И вся ваша работа за 5 лет, к сожалению, вот так вот в один момент исчезнет. Следующий workflow – это работа над интерактивом. Чтобы делать интерактивные презентации, можно выбрать Geniali, можно выбрать Prezi, а лучше работать и с тем, и с другим сервисом, в зависимости от того, какой результат вы хотите получить. Geniali даст сразу готовый набор шаблонов, поможет делать красивую, качественную инфографику и добавить какие-то интересные интерактивные элементы. Например, тесты, викторины, игровые презентации, Geniali можно делать прекрасно. Ту же настольную игру с кубиками и фишками перевести довольно просто. Prezi тоже с интересной анимацией интерактивов. Он больше подходит, если вы хотите результаты вывести в видеоролик. Элементов не так много, их нужно импортировать с компьютера. Невозможно сказать, какой из этих сервисов лучше, потому что они предназначены для выполнения разных задач. И в этом случае у вас есть сам сервис и какие-то сторонние, скорее всего, сайты, например, для поиска изображений, для поиска видеороликов, которые вы вставляете. И последний вариант Workflow – это опора на мобильные телефоны, то есть когда нужно сделать на ходу, на лету. У меня были реальные случаи, когда мне приходилось делать презентацию в автобусе по дороге на работу или по дороге домой. Срочно-срочно, 15 слайдов, и ты берешь в руки телефон, берешь Convo или Google Slides и довольно быстро создаешь презентацию. У Convo русскоязычный интерфейс, у самого приложения на ходу довольно удобно работать. Та же самая библиотека элементов дизайна, библиотека шаблонов, которая у вас на рабочем компьютере. То есть сервис не урезает свой функционал на мобильной версии. Все по-прежнему доступно. Мне немного неудобно работать с Convo, там мелкие элементы, там повернуть картинку, увеличить текст. Довольно такая мелкая работа, может быть, со стилусом она была бы легче. Google Slides дает возможность работы в оффлайне. То есть вы можете сделать даже там, где у вас нет интернета, эту презентацию. Как только интернет появится, презентация загрузится на Google Диск и будет доступна всем, кому вы дадите доступ. Шаблоны у Google Slides простые, поэтому даже с телефона их легко редактировать и добавлять что-то новое и довольно такие стандартные контентные блоки. Так, пишут, что плохая связь. Давайте проверим. Как видно, как слышно. Все хорошо. Так, спасибо. Я покажу пример того, как я составляю свой ворклоу, как я с ним работаю. Я уже немного забыла, как рисовать на слайдах. Ага, в этот все работает. Так, в качестве примера я делаю презентацию для вот этого конкретного вебинара. Как и к чему я подхожу. Сначала я ищу дизайн. Сначала я ищу дизайн в сервисе Canva и скачиваю его в формате PowerPoint. Вот у меня есть один пайл. Затем я загружаю его в сам PowerPoint и здесь наполняю контентом. То есть текст, изображения, при необходимости какие-то интерактивные элементы, но для вебинара мне они не понадобились. То есть вот у меня в PowerPoint сделана презентация. Если мне нужны какие-то изображения, я, как правило, работаю через Photoshop. Скачиваю и обрабатываю их там. Функционал у самого PowerPoint не всегда достаточный для моих целей. Также у меня стоит отдельная программа для работы с шрифтами. Я не всегда пользуюсь Photoshop или менеджером шрифтов, но, тем не менее, они у меня присутствуют в компьютере. Готова презентация. Теперь я ее сохраняю для вывода. Иногда я пользуюсь форматом PDF. Вот в этом сегодня вам презентация доступна в формате PDF. Но чаще всего я ее сохраняю как набор картина. Потому что, чтобы встроить на сайт, я обычно беру не код, а сохраняю презентацию картинками и вставляю в любой слайдер. Их можно потом просто пролистать как галерею изображений. Мне кажется, это намного проще, чем вставлять кодом интерактивную презентацию. Затем я презентацию в формате, в том формате, в котором я ее сохранила, PDF, фотоальбом или PPTX, я ее направляю на Google Диск. И когда после вебинара вы мне пишете просьбу прислать презентацию, я прикрепляю ее к письму. И точно так же в версию с картинками я вставляю в вебинарную комнату, чтобы провести вебинар, чтобы не сбили дизайн, чтобы не сбили шрифты. Я презентацию загружаю в вебинарную комнату как фотоальбом. При необходимости я могу сделать раздавку, при необходимости я могу через конвертер вставить код на сайт, но обычно вот у меня в workflow выглядит так. Можно представить его по-другому. Например, если начать работу с PowerPoint и сделать слайды, которые вам нужны. Затем экспортировать формат JPEG, то есть набор картинок. После этого я пойду на веб-сервис, например, на тот же Geniali, и добавлю к картинкам интерактивные элементы. Нет, наверное, так не Geniali, да, я пойду, чтобы... А, Beautiful, я пойду в Beautiful, вставлю картинками, добавлю интерактивные элементы, анимацию, которая есть в Beautiful, и получу код, который затем размещу на сайте. Еще один вариант, если занятие очное, как правило, здесь идет связка тоже через конву, PowerPoint, затем я файл сохраняю в формате PDF и распечатываю, или наоборот, из PowerPoint отправляю в конву и делаю раздатку для распечатывания. Photoshop и набор шерстов вас платный, подскажите, где приобрести? Ну, во-первых, у адобовского пакета для учебных заведений есть скидка, то есть на их сайте можно вот именно студенческий вариант выбрать. Даже не учебные заведения, даже отдельный студент по студенческому билету может получить скидку на весь набор. Набор шрифтов у меня бесплатный, у меня будет вебинар про шрифты. Я всегда использую Google Fonts, потому что они качественные наборы, хорошо отображаются, и практически все сервисы поддерживают эти шрифты. Очень удобно. Ну, в принципе, как вы видите, без Photoshop тоже можно обойтись, если собрать хорошую связку вот именно сервисов. Например, когда мне нужно добавить изображение людей, чтобы не брать вот эти вот реальные фотографии, на которые нужны разрешения модели, которые защищаются авторским правом, я иду на сайт, который генерирует фейковые лица, затем иду на сайт, который убирает фейковые лица, фонт с этих фотографий, и вуаля, у меня есть простенький персонаж, который может появиться на слайде и высказать свое мнение по какому-то вопросу. Так. Тренд, который я буду вести в этом учебном году, посвящен, как я уже говорила, презентации и работе пяти основных сервисов. Думаю, по тому, как я рассказывала про программы и сервисы, вы уже поняли, каким именно я отдаю предпочтение. Мы будем говорить про PowerPoint, про Google Slides и про Canva. У каждого из них будут свои задачи. В PowerPoint мы будем работать с уже готовыми дизайнами. То есть мы не будем делать макеты с файлами самостоятельно, а мы будем брать готовые. Настраивать анимацию интерактивов и уже экспортировать, либо как картинки, либо обратно, как файл по VTX. Canva, наоборот, будет для того, чтобы найти дизайны и отдать их PowerPoint, и для того, чтобы забрать готовые слайды, готовые презентации у PowerPoint и опубликовать уже в интернете. Google Slides будет забирать готовую презентацию, либо для того, чтобы работать с командой, либо для того, чтобы встроить эту презентацию на сайт, либо мы будем его использовать на мобильных устройствах. Так, как в Canva перейти на русский язык? Какой язык она показывает, она должна сразу подтягивать, по идее, русский язык у меня сразу на русском языке показывает. Если нет, может быть, у вас стоит какой-то VPN-сервер, который говорит к Canva, что вы, например, из Франции заходите, поэтому она показывает на другом языке. Попробуйте, например, зайти на нее из режима инкогнито. На английском. В настройках профиля. Тогда посмотрите в настройках профиля или попробуйте действительно зайти из режима инкогнито. Приложение мобильное на русском языке будет сразу скачиваться, если у вас еще не стоит. Так, и еще два сервиса из пяти. Prezi и Geniali. И там, и там мы будем работать с презентациями, играми, но и с Prezi мы будем импортировать, экспортировать как видеофайл, то есть сразу записывать небольшой видеоролик. А Geniali будет наоборот, забирать файлы из PowerPoint и превращать их в онлайн игры. Можно ли в PowerPoint вставить в презентацию таймер и как это сделать? Да, можно. Для этого вам нужно поставить настройку с таймером. То есть прямо вот в окне надстройок, в магазине надстройок можно забить полотаймер по-русски или по-английски. Он выдаст вам около пяти вариантов. Какие-то из них не очень симпатичные, а какие-то прям красивые и удобные в работе. И сразу небольшой обзор всего трека, чтобы вы успели записаться на те вебинары, которые у нас будут в течение всего года. На следующем вебинаре, который состоится в октябре, мы будем разговаривать как раз про макеты слайдов, делать их в конве, забирать в PowerPoint и через PowerPoint отдавать Google слайдам и презент. Дальше мы будем работать с иллюстрациями, фотографиями и иконками, смотреть, как работают библиотеки элементов в разных сервисах и искать картинки, которые не будут нарушать авторские права. Дальше мы будем верстать текстовые слайды. Здесь тоже все пять сервисов будут задействованы. Пока еще не будем подбирать шрифты, а просто будем думать, как на слайде аккуратно, хорошо расположить текст, так, чтобы он читался, так, чтобы он был виден, так, чтобы он привлекал внимание вашей аудитории. Так, здесь, если не ошибаюсь, декабрьский, 17 декабря вебинар, он сразу бунтреком принадлежит и про презентации, и про упаковку учебного контента. Мы будем брать презентации из PowerPoint и превращать их в разные форматы. Отдельный вебинар я посвящу презентации, как раз расскажу про Google Fonts. Все вот эти сервисы, все пять сервисов поддерживают библиотеку Google Fonts. А значит, довольно легко и довольно просто можно выбрать себе шрифтовое оформление без скачивания шрифтов на компьютер. Простая инфографика презентации тоже во всех пяти сервисах мы пробежимся по ней. И последние вебинары будут затрагивать только несколько сервисов. Мы будем работать с презентациями играми, то есть делать сначала интерактивный таймлайн, потом интерактивные фотографии и затем навигацию тоже, естественно, интерактивную. Для этого мы будем работать в PowerPoint, Geniali и Prezi. И последние два вебинара посвящены тоже интерактиву. Это мини-тесты. Будем создавать PowerPoint, Geniali и Prezi. И уже два сервиса PowerPoint и Geniali для того, чтобы создать эффект переписки в социальных сетях. То есть имитировать окно мессенджера, имитировать окно бота, когда игроки, когда ваша аудитория может выбирать какой-то вариант ответа и смотреть, что им ответит виртуальный собеседник. Мне кажется, это очень интересный формат интерактива. И самое главное, он довольно просто создается вот в этих сервисах. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их мне сейчас или обратиться ко мне позже. Я с удовольствием проконсультирую по презентациям и по сервисам, по программам для их создания. Спасибо вам за внимание и за активность на вебинаре. Буду ждать вас на следующих встречах нашего трека. Продолжение следует... Продолжение следует...